Это уже не первая встреча районных властей с жителями поселка Свердловский. Так на практике реализуется один из принципов стратегии губернатора Московской области открытый диалог власти с гражданами. Возможность напрямую задать вопросы позволяет оперативно решать наболевшие проблемы. Именно сегодня мы с вами для этого встретимся в этом зале. Это не говорит о том, что сегодня мы вот прям в карандаш и завтра все проблемы будут решены. Но мы сможем еще раз услышать вас, ответить вам на ваши вопросы и естественно из тех проблем, которые есть, еще раз пересмотрев их, вычленить самые важные, которые требуют первоначального решения. Хотелось бы, чтобы ваша оценка была объективной. Поверьте, среди нас бездельников нет. Поэтому после этой встречи будем дальше делать все возможное, чтобы вам было лучше, комфортно, было приятнее. И уверен, что наши строители С-22, которые работают на территории, и другие, которые займут, будут в первую очередь обращать внимание на социальный аспект. Конечно, большая часть из почти трех десятков вопросов, которые успели задать жители во время встречи, касалась благоустройства городского поселения. Речь зашла о так называемой старой дороге, которая идет из поселка в сторону биокомбината и села Анискино. И вот эта дорога настолько разбитая, что сейчас уже невозможно по ней ехать. Нет никаких обочин. Прямо вот к этому асфальту походят деревья и трава. Начальник управления дорожного хозяйства районной администрации пообещал, что в нынешнем году на дороге проведут ямочный ремонт. Но этим дело не должно ограничиться. Я еще раз спрашиваю дорогу отдефектовать. Внимательно отфотографировать, отдефектовать. Попробуем из того, что у нас на экономных торгах, каким-то образом более основательно там поработать. Но в следующем году программу и включить. Отдельная тема – работа канализационного дюкера в районе Заводской улицы, который в прошлом году уже ремонтировали. Как начинается слив с Заводской, запахи, ароматы идут до 15-го дома. Когда вот это все у нас прекратится? Как все это начинается? Переливается опять? Все выливается. Вот смотрите, ну в прошлом году почистили, мы приезжали до два раза, и я не заметил, что переливалось. Значит, еще раз приеду, посмотрю. Волнует жителей отсутствие достойных спортивных площадок в поселении. В результате местная футбольная команда вынуждена проводить домашние матчи в городе Щелково. Хотелось бы узнать, все-таки, когда начнутся какие-то действия непосредственно по спортивной жизни нашего поселения. Руководитель Свердловской администрации Сергей Молнер пояснил, что в поселении создано спортивное учреждение «Олимпийц», которое поможет войти в программу правительства Московской области по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. Я вижу некоторые вопросы, которые необходимо решить на уровне областного правительства, на уровне нашей Думы. Я сегодня пообещал оказать содействие по программам переселения граждан с аварийного жилья и строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. Обязательно сейчас рассмотрю более детально и окажу содействие в этом вопросе. Впрочем, жители говорили не только о своих проблемах, но и о работе местной и районной администрации. Спасибо вам большое, что вы прислушиваетесь к нам, что решаете вопросы. Это действительно очень хорошо, что вы работаете. Спасибо. Ну а тем, кто не успел выступить, власти пообещали решить их вопросы в рабочем порядке. Я сейчас увидела именно конструктивный диалог. То есть нет негатива, нет отторжения власти как таковой. Есть вопросы, которые нужно решать. То есть люди конкретно говорят, что да, мы благодарны за то, что решены, допустим, вопросы строительства социальных объектов, благодарны за то, что, допустим, там сделаны дороги. Но мы хотим, чтобы еще решилось то-то, то-то, то-то. И хотим услышать, в какие сроки. Вот это конструктивный диалог. Общение с жителями дает дополнительный импульс, дополнительный стимул для того, чтобы работать правильно. Дело в том, что можно принимать грандиозные программы, можно эти грандиозные программы реализовывать на территории. Но важно, главное, общаться, потому что каждый житель высказывает свою боль, высказывает свое предложение к тому, как правильно решать, исполнять эти программы и работа на территории поселений. Мы к ним прислушиваемся и делаем все возможное, чтобы это прислушивание было в реальных делах. Сергей Дадыко, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».